Представляете, у нас несколько лет назад я была в Бургасе и зашла в один магазин корейский и познакомилась там с кореянкой из Ташкента. Стали общаться, я ей о Боге. И она говорит, у меня все родственники верующие, все. В Ташкенте все ходят в церковь, в Южной Корее все ходят в церкви, только мы здесь не ходим. Ну, я поняла сразу, зачем я туда зашла. Мы стали сближаться, пришли к ней домой, помолились за ее маму. Она тогда болела. Ну, в общем, у нас хорошее взаимоотношение с ней. И она говорит, она мне звонит несколько дней назад, неделю назад, и говорит, Наташа, я застряла в Ташкенте, короче, у нас тут венчание, я там в церкви была. И говорит, у меня сын поступил в ВИНС, в институт. И говорит, и они не могут определиться, онлайн или оффлайн. И она говорит, и мы не знаем, что делать, брать квартиру, не брать квартиру. Ну, я понимаю, что она хочет попросить. Я говорю, ты, ему остановиться негде? Она говорит, да. Я говорю, ну, хорошо, только жить, у нас, говорю, все комнаты заняты. Жить он будет внизу на матрасе. Она говорит, вообще без проблем. Вот, и говорю, ну, хорошо, он приехал. Я-то понимаю, зачем он здесь, понимаете, да, что там вся родня молится за них, получается, да. Я, вот, он, правда, уехал в Бургас, пишет мне, в час тридцать я буду уже в арне. Я говорю, ну, мы здесь, приходи. И он уже с молодежью общался. Вот, ну, так что вот Бог действует вообще самым различным образом, да. И важно нам быть действительно и жертвенными. Потому что я маме говорю, так, кормить я его не буду. Там есть газ, он, да, да. Но он утром идет на завтрак, вечером поднимается на ужин. Ну, я такая тоже смирилась. Думаю, ладно, ну, человеку хорошо, ему нравится. Ладно, не этот. Вот, смиряйся тоже. Вот, так что слава Богу. А у нас еще, знаете, а, у нас кроме того, что Ждановичи принесли всякие вкусняшки, чтобы отпраздновать день рождения сентябрьских, Людмила Балабанова мне написала, что у них конец сезона, последние арбузы. Супруг ее не смог приехать, но он загрузил машину арбузами, да, и мы будем праздновать. Вообще во всех церквях, вот в Казахстане, в России сезон жатвы, то есть праздник жатвы сегодня. Вот, но у нас с всякими событиями мы решили отложить до конца октября. Но мы сейчас покушаем арбузов, благословимый сезон жатвы. Хороший этот сезон был у вас? Хороший. Слава Богу. Помните прошлый год? Не было дождей, да, и в общем, слава Богу, да, да. Так что вот. Да, слава Богу. Да, вот. И перед, да, сейчас перед тем, как мы потом помолимся за финансы, у нас готов, да, видеоролик? И пойдем вкусно кушать. Я попросила девчонок еще показать один видеоролик. Как Стасе было хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!